я вас приветствую друзья настала очередь 6 серии сериала чикатило она по сути стала продолжением первой серии то есть замкнула во все это вот предысторию того ареста который мы увидели в первой серии и по сути 6 серию можно считать неким окончанием именно той первой и даже сюжет из первой серии был здесь немножечко снова применен и в очередной раз убеждаюсь что сериал излишне затянут на мой взгляд продолжаю в это утверждать потому-то действительно 83 и предыдущий там вот историю 78 года растянули буквально на 6 серий хотя все это можно было вполне уместить в одной и еще раз повторяю мне категорически не понравилась игра нагиева потому что особенно вот именно в 6 серии ярко показано все его отношение к этой роли он начал откровенно играть уже некого зомби по сути это мы увидели в самом начале когда чикатило сидит у себя в кабинете слышит детские голоса за окном и пытаясь отвлечься там кормит рыбок что-то туда-сюда но его уже трясет ему хочется хочется детского тела это прям видно и он начинает идти уже как зомби опять этот платок опять эта рука ночью уже все уже мы должны привыкнуть к этому его манере уме манере нагиевской естественно у чикатило этого совершенно ничего не было это уже нагнетание на придумывание на фантазирование ну пускай будет уже я говорю даже не хочется к этому придираться история с случайником что он специально облог себе руку насколько правдиво непонятно но здесь вот сразу показывается человек которого просто влечет вот к детским телам ему обязательно это надо иначе ну все просто он не знает чем бы ему еще заняться в этой серии как на удивление очень мало профессора некрасова видимо он уже выполнил свою предварительную роль и в следующем эпизоде он дает некий такой портрет описывает это действительно сделал бухановский это было такое там определенный рост возраст семейное положение возможно некая импотентность слабая там еще какие-то моменты и появился фоторобот который действительно существовал и был составлен на чикатило вернее на человека который подозревался в этих серийных убийств чикатило это был нарисован или нет сказать сложно фоторобот все-таки такой можно сказать похоже не похож полковнику ковалева это все предоставили на оперативном совещании и он сказал что все надо всем разослать милиционерам чтобы у всех это было ориентировку пускай выявляют пускай вылавливают была упомянута группа крови 4 которая была изъята из остатков давайте это так назовем во время изнасилований но здесь как-то вот до сих пор не прозвучало я надеюсь это прозвучит дальнейшем в 7 или 8 серии что это была категорическая ошибка вот только непонятно ошибка какая неправильно определили группу крови или это было действительно следы совершенно другого человека не чикатило ну это отдельная история в это сейчас не будем углубляться после оперативного совещания выяснилось что надо сдать какие-то офицерские нормативы сегодня в два сдачи офицерской нормативы если мол не сдаст ветвецки это ему такая была намек то может вообще как бы из рядов милиции пролететь один из армативов это стрельба из пистолета спускается в тир обычно тир был в подвале ну и там лейтенант овсянникова ирина уже сдает норматив ветвецки приходит оказывается стрелять толком не умеет а как он вообще попал в милицию можно вот открыть такой секрет у режиссеров спросить то есть до этого никаких нормативов не сдавал первый раз он с этим столкнулся вообще-то он уже капитан чтобы стать капитаном надо получить звание перед этим лейтенанта старшего лейтенанта то есть тогда нормативов он никаких не делал а так получал звание все это нормально как это у вас сценаристов все там укладывается нафига вам эти все нормативы и потом понимаем и конечно для чего это надо потому что я уже сказал ветвецки стрелять не умеет удивительный капитан милиции и ирина жалея его лупит там три выстрела в десятку со своей стороны в его мишень спасая его и помогая сдать норматив сразу попутно отмечу опять-таки режиссером на будущее вот вот таким образом после стрельбы пистолет не делают пистолет опускается вниз вы хотя бы на спортивные соревнования сходили бы посмотрели что делают пистолетники после окончания выстрелов человек опускает руку вниз и потом уже все производится действие вниз потому что вверх если у вас сверху бетонный потолок не дай бог вы стрельнете вы себе можете голову пробить рикошетом да кстати если лейтенант овсянникова стреляет в чужую мишень это сразу заметят она тоже считается не сдасты никаких нормативов и и с позором должны выгнать из этого тира и ветвицкого в том числе и уж извините инструктор среди четырех стреляющих не заметив что ирина вообще-то в чужую мишень лупит место своей странный инструктор вообще в этой в этом сериале я долго думал для чего то нужны вот эти два персонажа я имею ввиду ирину и виталия овсянникова и ветвицкий и вот наконец до меня по моему стала доходить единственное предназначение это любовная линия больше ни для чего потому что уже шесть серий не ирина не виталий никакого участия в поимке маньяка не принимают никакой пользы не приносят периодически только какой-то вред от них происходит но и все единственное для чего они нужны чтобы в этом сериале была какая-то любовная линия какие-то интриги какие-то значит обиды сама придумала сама обиделась потом простила пьяного но это уже забегаю вперед вот все что они делают для меня загадка зачем в сериале про серийного убийцу нужно обязательно было втаскивать любовную линию вот не могу ответить на этот вопрос не удивлюсь если у нас еще и постельная сцена там где-нибудь будет 7 8 серии но это надо вот про чикатило это надо обязательно видимо в противовес вот этому маньяку что даже вот назло ему все равно есть люди которые по-настоящему любили и занимались так ведь любовью не и не из маньячных целей так что очень понятно для меня еще раз для чего они нужны стрельбу в тире изобразили ну более-менее сносно я все не пойму правда почему в парад на выходной форме одежде еще да еще там с нагрудными какими-то знаками отличия надо все это было делать стрелять в тире но это все бог снимал так режиссеры так видят им так хочется пускай будет так чуть ветвицкий кстати без всякой формы в гражданской одежде приходит он так все время ходит тоже странный капитан милиции да но он спасен норматив сдан в офицерах остался то есть где-то в глубине души ирина его все-таки уже точно любит понятно тем временем дело дураков продолжается но так называлось условно дело дураков это не я придумал то есть вот эти вот трое которые взяли на себя причастность к убийствам они уже якобы отказываются но майор лепягин он все-таки решил додавить и он уже шейно начинает додавливать сэн говорит ну что я пошутил за сутки-то горит тюрьму не сажают нет за шутки расстреливают в общем он опять там запугивает всячески ну как свое время кравченко так нам уже точно намекает и шейн снова идет в признанку что он все-таки да это он он причастен тут нам снова показывают чикатило у него тут у него там все ему очень хочется и он начать придумывает повод снова смотаться в командировку куда-нибудь и начать начинает искать причину не хватает деталей забегает к своему начальнику говорит надо бы выбивать ехать ну нам не все до поставили тот говорит ну ладно сам или кого послешь он гордо я сам люблю по командировкам мотаться ну давай езжай на два дня все его отпустили он выходит довольный уже внутри приготовившийся к злодеянию тем временем полковник ковалев раздает указания все инструктаж всем милиционерам вы все получите фотороботе фоторобот описание вот такой человек с чемоданчиком или там с портфелем как сказал некрасов обязательно с портфелем куда-то должен свои вещи прятать и вот такой фоторобот идите ищите все понятно все это разобрали пошли ну и в связи с этим на одной из остановок привлекает внимание милиционера чикатило тем временем талавы я не очень понимаю что это за столовая конечно такое вот ощущение что это в гостинице где-то находится столовая и странные расценки там в столовой потому что ирина набирает себе как бы обеденный такой набор и рубль 20 но вы извините рубль 20 отчетов и так по богатому это уже почти носка по-ресторански на 50 копеек можно было вполне неплохо пообедать а это ведь должна быть ведомственная столовая здесь еще дешевле было бы по сути поэтому рубь 20 это вы как-то несколько загнули но опять-таки ладно набирает ветвиски 4 стакана сметаны потом почему-то это называет кефиром бог с ним опять-таки ну может быть у режиссеров кефир со сметаной это не стаде нечто одинаковое ладно не будем сильно придираться но он понимает что именно она ему помогла сдать нормативы она все равно холодно она искать не хочет находиться с ним в одной компании и когда не к профессор некрасов кричит и ирина давайте у нас тут есть свободное местечко к нам подсоединяйтесь пообедать все они там и так четверо у ветвицкого опять облом приходится возвращать сметану кефир на место и уходить как побитая собака еще раз повторяю ирине некрасов категорически не понравился когда они успели сблизиться вы хоть объяснили бы ради интереса господа режиссеры что у вас за такая накладка зачем тогда вы нам сцену показали в которой ирина очень неприглядной форме выразилась про некрасова что он такой нехороший смотрит на нее как будто ее хочет о чем перестал так на нее смотреть столь или ей понравилось как смотрит на нее профессор некрасов и теперь она с радостью бежит садиться к нему за столик странная ирина чикатило катается в автобусе ищет кому бы теперь приставить нож горлу буквально смысле этого слова вид девушка стоит там сзади он к ней подкатывает не поможет или мне найти там адрес туда-сюда она гордо ладно помогу право но но тут какие-то парни гряда ты чё вот с ним каким-то хмырем готовы идти право знать от нами в кино не хочешь он понимает что его засекли стопе эти будут как свидетели они потом подтвердят с кем она ушла если он ее там где-то а он ведь не просто так не гулять собирался поэтому ему за не интересно он как я тут все перепутал и запутался извините и выскакивает из автобуса уходит но за ним продолжают следить он заходит в какой-то двор удивительный музык вообще знаете сразу еще раз делаю оговорку в любом советском дворе чужого человека видели моментально даже в пятиэтажных домах во дворе люди знали друг друга все это я вам говорю не не по чьим-то воспоминаниям а по своей собственным воспоминаниям как мы жили и доходило до того что если кто-то что-то натворил из пацанов ну как бы уже приходишь домой а там тебя уже ждут находятся у родителей дома пострадавшие потому что прекрасно знали всех пацанов где кто живет куда если что идти никто за вами бегать не будет сразу придут домой и скажут вот ваш вон там натворил а ай-яй-яй ну и как бы куда-то куда деваться домой все равно придется идти то есть знали всех и вся любой посторонний человек во дворе появился сразу же но мог вызвать вопросы если бы он начал еще и к детишкам чего-то приставать и что-то там с ними в ножички играть как это затея у чикатило а тем более здесь показан двор не пятиэтажный тут вообще частный сектор какой-то людей то раз-два я обчелся и как потом выясняется тут еще и отец этого мальчика которому он стал приставать насчет пирочного ножика и говорить давай пойдем в лесок эти другой покажу он оказался рядом машину чинил да давно бы подошел и сказал дядя ты чё чуть и надо от моего сына давно бы это сделал моментально без всяких на эти сантиментов и без всяких каких-то стеснений что за представление о советском времени я вообще понять не могу но мальчик уже согласился посмотреть стекотила но вы кстати в этой серии у ноги его как будто бы убрали грим такое ощущение что вообще просто оставили ноги его как ноги его у него вот это вот все чего-то изо рта как будто выбрали и все остался пол полностью ноги его ухмылка этого мимикой все чикатило вообще исчез растворился где-то там в ноги и но я говорю я еще раз повторяю не хочу просто уже обсуждать как исполнил роль сам ноги на мост это знаете того за тенденция современного кино когда начинают актеры играть себя в роли а не роли в себе ну что ж поделаешь по-другому их не учили чикатило куда-то улетучился и остался именно на гиб который почему-то вдруг стал приставать к мальчикам и девочкам она не собирается с мальчиком уже уйти ну а отец его перехватывает этого мальчика стоять куда пошел иди сюда помогай мне ты чё и он давай я сказал но еще раз повторяю он бы не только бы сказал стоять куда пошел бы сказал иди сюда дядя ты куда моего сына повел и если надо и вторец бы получил бы чикатило моментально вот так в наглую на глазах прям у всех у родителей уводить ребятенка он бы наверное все-таки не рискнул из со двора а где-то в толпе на рынке или в толпе на перроне я еще понимаю но вот здесь это что-то бурная фантазия но опять не удалось чикатило уходит ни с чем тут мы перескакиваем милицию управление почему-то именно туда звонит комендант видимо гостиницы что мол тут пьяный буянит а чё не вызывает 0 2 я не понимаю почему звонить куда-то в управление очень удачно проходит мимо дежурного лейтенанта овсянникова и именно в это время происходит звонок вот как специально как будто она вот стояла и ждала когда же позвонят и передает трубку дежурный горит там кто-то буянит она говорит так вызывайте наряд а вообще-то лейтенант овсянникова на вы кто не милиционер что ли и вы сами не можете вызвать наряд или дежурному сказать вызывайте наряд я не знаю вот здесь я вообще не понял вот этого звонка вот он был единственным для чего нужен чтобы соединить ветвицкого с овсянниковой больше ни для чего несуразный совершенно звонок что якобы там буянит некий человек напился и стихи читает не дает музыкантам играть 02 набирается милиция адрес такой-то человек буянит приезжайте все приезжает милиция человек уходит в отрезвитель там разбираются милиционер ты не милиционер корочка у тебя там есть нет для тебя корочки неважно никто не будет говорить ой наверное это пьяный милиционер тем более вызовут наряд разберитесь уберите своего пьяного выгоньте его и там увольте кстати ветвицкого бы уволили за это действие момента потому что звонок то был звонок фиксируется дежурным это ведь не просто так это вызов милиции по какой причине какой повод что это было а нет причины нет повода просто так позвонили в милицию побеспокоили идите сюда комендант гостиницы и вы зачем просто так милицию беспокоить и а было все-таки капитан милиции буянил иди сюда капитан милиции пошел вон из разных рядов все что вы тут развели но понятно надо общенникова все-таки как-то соединить с ветвицким но не зря же они здесь находятся в этом сериале ведь они поругаются там тогда какой смысл короче ветвицкий там буянит и надо ехать овся никого уходит тем временем мы снова возвращаемся к сюжету первой серии когда чикатило заходит на вокзал встречает там проститутку давайте так и назовем своими словами кстати я где-то читал в комментариях то отчет вы так не обращайте внимание какая проститутка до советское время были проститутки ну к этим боролись это было наказуемо но они были не то чтобы я и услугами их пользовался нет конечно же но я про них знал даже я ищу в том пацанском возрасте знал что есть такие существуют так что не надо говорить что такого не могло быть ну а прям что на вокзале она ему там услуги стала оказывать ну может быть может быть тоже ничего такого в этом нет вот милиции эти бы конечно увидела обязана была арестовать обоих и в кутузку но здесь действительно за ним следили но сказали давай это не будем на нее отвлекаться он важнее согласен с милиционерами его действительно там задерживают и это реальный случай так и было документ предъявить мы опять по тем временем перескакиваем уже в этот в ресторан при гостинице кстати вот эти перескоки я туда не очень понимаю у вас странная манера насмотрелись фильмов наверное типа криминального чтила что ли вот соскок с одного с одной линии на другую с одной линии на другую можно все-таки закончить один сюжет а потом перейти другой потому что вот здесь мы а сейчас опять перескакиваем уже в этот в ресторан потом опять допрос чикатило давайте закончим одну линию овсянникова получает информацию едет спасает ветвийского потом чикатило арест и его допрос соедините кто вы перемешали то для чего в чем задумка то зачем вот эта прерывистость чтоб потерять мысль вообще какую-то столь ну ладно в общем приезжает ирина в ресторан ветвицкий там пьяный ей объясняется все выясняется в общем они там вроде как помирились все оказывается он не виноват убедилась что сама придумала сама обиделась молодец хорошо все любовь продолжается от нее светло тем временем переходим уже чикатило опять кто-то сюжет из первой серии когда он там из чемодан и свой портфель чека вытаскивается эти вещи пытается объяснить их предназначение атом идет туда допрос следователям ну чикатило все объясняет даже кровь на полотенце и ну порезался порезался бывает чё нос да вот ножик нужен мне там посылки какие-то отправлять вот как раз и спагат вот эти закручивать ножом резать на ноже там mc мясной цех написано но списали его с мясного цеха странно кстати списали удивительно я не помню чтобы в столовых списывали ножи немножечко удивительно но не важно ладно но я работал просто столовый поваром как раз советское время успел поработать врачи монт вроде как все умело объяснил и осталось только проверить группу крови остальное все шито-крыто тут мы опять перескакиваем уже в архив где спал ветвицкий всю ночь а как он туда попал то есть его туда овсяникова привела пьяного что ли как он оказался в архиве вообще-то это служебное помещение в архив с уголовными делами кого попало не пускают и в каком попало образе виде тоже не пускает кто пустил пьяного капитана ветвицкого на ночь в архив можно полюбопытствовать это служебное вообще-то преступление по сути вы же сами показываете что этот архив закрыт решеткой вход туда закрыт прости меня пожалуйста но там еще и обычно сидит человек специальной который отвечает за этот архив за допуск туда и я вообще не понимаю как это произошло что у вас за безобразие творится в этом управлении хотелось бы спросить у режиссер но в общем ирина его утром пришла разбудила все нормально тот горит с похмелья болею но вроде как они помирились уже снова на ты все ветвицкий счастлив ирина довольна и временем опять конфликт полковника ковалева полковником милиции и одновременно следователем генпрокуратуры по особо важным полковником кисаевым по поводу дела дураков якобы шейн все признался надо передавать в суд а китаев говорит но опять наверно майор лепягин надавил как и на кравченко в свое время ковалев психует материться ну в общем короче опять конфликт интересов не понимает ковалев какого-то ему не даешь в суд передать мешаешь а я вообще не понимаю в чем конфликт если вы находитесь в одном учреждении это полковник милиции ты тот полковник милиции но это из москвы ладно ты тут местный ростовский начальник хочу не плевать на полковника милиции кисаева передавая все зачем-то у него разрешение спрашивают я понять никак не могу суть вот для меня это очередная загадка между прочим если это следователь генпрокуратуры и ты ему обязан эти дела передать но это другое дело он не принимает горит нет не согласен идите дальше работаете это может быть а причем тут полковник милиции до за московской ну и что но не согласен ну и гулять до свидания для меня до сих пор загадка почему они не почему полковник ковалев вот так зависим от полковника кисаева в сериале но очень пригвоздил лепягин спать он там трижды заслуженной 33 раза раненой много задержаний произвел но давит он давит выбивает показания ай-яй-яй нехорошо поэтому в суде горшин откажется и все ваше дело развалится ну и тут мы опять перескакиваем уже камеру где сидит чикатило это кстати ты 984 год у нас показан получается у нас 6 серии показывают период с 83 по 74 год и одна серия 78 год то есть 5 серии это один год и одна серия еще один год вот поэтому я говорю ну вы так растащили это все что просто вот уже силком вытянули для чего так и непонятно мне до сих пор но возвращаемся в камеру капитан задерживающий чикатило заходит горит группа крови у вас не совпадает извините мы вас выпускаем а чикатило я горит там не расслышал говорит еще раз извините еще раз извините чикатило счастлив и доволен на этом серия заканчивается ну да да его выпустили это так и было в действительности потому что его группа крови не совпадала 6 серия на мой взгляд она как бы даже не то что проходная а какая-то по сути явилась переработанной первой серии со вставками любовной линии больше в ней ничего нет то есть вот первую и шестую серию можно объединять кое-что из нее повыкидывать получится одна серия не более того на мой взгляд вот присутствие 6 серии здесь вообще не уместно никаким боком не оправдано единственный для чего она была нужна это помирить ветвицкого совсем никого ну и отпустить чикатило больше не для чего честно сказать удручающее впечатление все меньше хочется делать обзоры но куда уже теперь деваться ждем седьмую серию попробую найти в себе силы и сделать обзор и седьмой серии а на этом как обычно до новых встреч друзья